Прежде всего хочу сказать, что зарабатывать на рынке можно по-разному. И существует достаточно много способов зарабатывать на рынке. То есть много путей или дорог ведут к прибыли и к успеху. Но и верное и обратное высказываемое, что также есть множество вариантов потерять свой капитал и даже разориться. Поэтому каждый идёт своей дорогой, нет единственного правильного пути. Я сейчас вам расскажу две истории из реальной жизни, личная история моих друзей, с которой мы уже знаем только больше 10-15 лет, и их истории, как они шли к этому успеху. История первая. Это про Игоря. Он у нас тренер. На самом деле у него очень непростой был этап в жизни, когда он шёл к пяти трейдингу, а именно трейдингу, я подчёркиваю, не инвестирование, а именно трейдингу. Шёл и очень хотел заработать. То есть он придумывал торговую систему, он придумывал бренды капитала, он был достаточно успешным, потом терял деньги. По моим подсчётам, он, наверное, терял деньги, так чтобы сильно, скажем, на раза два, когда у него, допустим, капитал падал больше, чем на 50-60%. Был момент, когда он вообще с рынку ушёл, и где-то полтора года он занимался массажем. А потом он вернулся, скопил какие-то небольшие деньги, и вот, я напомню очень хорошо, он сказал, что у него есть там три тысячи долларов. И вот с этой суммой он с 2001 года начал работать. То есть у него все эти крахи были до 2001 года, да, поняли, да? И с этого момента он начал заниматься трейдингом. Сразу хочу сказать, он занимался достаточно жёстким трейдингом, то есть агрессивным, торговал практически каждый день, с большим плечом, торговал он на акции. То есть он брал самые ликвидные акции, Сбербанк, Газпром, ГМК, Рухойл, вот я думаю, что, наверное, основные четыре, и вот ими торговал. Ну, самые такие хаворитые, у него были все-таки Газпром и Сбербанк. Трыгался плечом, максимально плечом он брал, по-моему, один к пяти. Тогда в руки удавал, да, варжинальное аккредитование, да, было развит очень сильно сейчас тоже, в принципе есть, сейчас немножко по-другому называется. Вот. И с 2001 года по 2007 год, тогда был хороший тренд. Всё росло. То есть акции, рынки развивались, экономика развивалась, было много инвестиций. И это позволило ему, на этом растущем тренде, заработать очень большие деньги. Из трех тысяч долларов он стал миллионером. Долларом. Причем там не один миллион долларов, а там несколько миллионов долларов. И что интересно, что у него было где-то 4-5 клиентов, которые ему дали деньги в управление. Вот. Считами, которые он управлял. И вот все эти клиенты, у них тоже там были счета по пять, по десять тысяч долларов, ну там не больше, например, вот такой диапазон. Вот. И они все стали миллионами в валюту. То есть у каждого было по несколько миллионов долларов. Мне, к сожалению, не повезло. Я ему дал деньги до 2001 года, когда у него был период неблагоприятный. Да? Когда вот он торговал, и как бы два раза терпел потери. И он как бы часть моих капитала, в общем-то, проиграл. Это было до 2001 года. И интересно, когда он вернулся и сказал, давай, я хочу торговать, я готов. Я ему уже не поверил. Просто не поверил. Честно. Потому что склонен. Игорь, ты сам. Ты уж там торгуй, ладно. Я уж как-то не сам без тебя. Вот. Ну, кто знал? То есть, я сам. Вот. Эта история про трейдера Игоря. Совершенно реальная история у Игоря Робот. То есть я даже о нем пишу в книжке. Мы с ним, кстати, вместе разрабатывали систему украинского капитала. Она тоже в книжке моя есть. Можете посмотреть в интернете. Вот. То есть агрессивная торговля акциями с плечом. Теперь история другая. История теперь про инвестора Виталия. Инвестор Виталий, он начал попозже немножко. Ну, там, может быть, 2002-й год. Они тоже переводят этот тренд, который был растущий. Вот они все в одном периоде разбогатели. Но он был инвестором. Если вы еще до конца не поняли, то инвестирование очень сильно отличается от трейдинга. Ну, точно так же, например, можно сравнить, как, например, коробку передач со сцеплением. То есть, вроде казалось бы, два устройства, да, они абсолютно разные, но у них одна задача для движения вперед. В общем, то же самое и с инвестированием и трейдингом. Они очень сильно друг от друга отличаются. Хоть и у них одна цель – зарабатывать прибыль, зарабатывать деньги. Значит, чем занимался Виталий? Он, в отличие от Игоря, он не совершал там каждый день операции, не брал в кредит, он торговал только на свой капитал. Только на свой. Он выбирал акции с точки зрения, прежде всего, фундаментального У него, правда, было средств побольше в управлении. То есть, если Игорь начал с трех тысяч долларов, у Виталий было побольше. У него там было пять или шесть тысяч долларов, потом ему еще жена дала денег. Но у него и система совершенно другая. Понимаете? Одно дело – торговать с плечом пятикратным, четырем кратным даже если. А тут торговать только на свой капитал, не больше. Вот. Он выбирал акции с точки зрения, прежде всего, фундаментального анализа. То есть, он оценивал балансы компании, смотрел, насколько они интересны с точки зрения рынка потребления, с точки зрения сырья, насколько то, что продукцию они выпускают, насколько она будет в будущем перспективна, какая стоимость может быть на это сырье, то, что они выпускают, скажем, если это нефть или металл, то есть, какая динамика будущего, может быть, этого металла, его спрос, предложение, да, состояние компании, как она оперирует своими доходами, расходами, как привлекает средства, какая ретальность и так далее. В общем, такой микроанализ внутри компании. Но с прицелом на макроанализ уже отрасли и экономики в целом. И в том числе и мирород. Он смотрел, в общем, какие цены в мире, какая тенденция, какое отношение, допустим, в Китае, там, что они пишут в Америке, в Европе и так далее. То есть, собирал такую информацию и, значит, потом покупал акции. Как правило, у него одновременно в портфеле могло находиться там, в общем, 3-4, максимум 5 акций, не больше. То есть, не больше 5 акций было. Иногда было 2 вообще. Держал он акции в среднем примерно, наверное, полгода. Некоторые полгода, некоторые, там, 8-9 месяцев. Были случаи, конечно, когда он держал акции, там, например, два года мог держать акцию. Два стоим. Это реже. Все-таки средний, наверное, теперь примерно 6-7-8 месяцев. То есть, иногда было так, что он покупал акцию через 3-4 месяца, она давала ему там прибыль, скажем, в 50-60%, и там даже 90%, да, был рост очень такой сильный. Он ее сразу продавал. То есть, у него всегда была цель, достигнув которую, он продавал эту акцию. У Игоря была определенная стратегия торговли, да, с управлением капитала, правила открытия позиций, правила закрытия позиций. Вот у Виталия была стратегия другая. Ему нужно было выбрать качественную акцию в хорошей отрасли, перспективной, да, хорошо ее оценить и просто ее купить и ждать, когда она выставит. И когда она выставит, достигает какой-то определенной цели, которую он себе наметил, да, он ее продает. И потом снова ищет другую акцию. То есть, грубо говоря, такая система перекладок. Одна выставила, продал, нашел другую акцию, положил в портфель, дождался, когда она выставит. Конечно, были и проколы, иногда они при акции не давали доходы, даже выходили в минусы, он их продавал, покупал другие акции. Но за вот этот период времени, там, с 2001-2002 года, еще попозже, может быть, да, до 2008 года, до кризиса. А он, используя тот капитал, который у него был, капитал своей самосупруги, он тоже стал миллионером. Вот, видите, два разных пути. Один путь трейдинга, такой жесткий, каждый день нужно торговать, как бы быть в рынке, ставить стопы, то есть следить за рисками, отслеживать, все считать, да, определять моменты, бумаги, да. И такой, более, скажем, как вальяжный способ заработать, это инвестирование. Но он, конечно, как кажется, вальяжным, потому что здесь очень много требуется знаний и опыта именно на этапе выбора бумаг. То есть их нужно выбрать же. Понимаете? Вот, оценить. И это нужно иметь достаточно много опыта и знаний, там, и кого-то может быть внутреннего чутья. Конечно, безусловно, элемент успеха, он всегда присутствует везде, и, как бы можно сказать, что, ну, по части повезло. И, допустим, и Виталию повезло, и, допустим, Игорю повезло, да, потому что они верили, что рынок будет расти, да. На этом росте они не сыграли. То есть они использовали этот рост для своего обогащения. Скажите, эти люди со своим капиталом так и остались? То есть они только в прибыли оказались? Как только они оказались на пике свои финансовые финансовые благополучия, они грамотно вышли из рынка и не потеряли все то, что заработали? Да, абсолютно верно. Кстати, очень хороший вопрос, на самом деле, да. Потому что на протяжении вот этого времени, там, 2002-2003 года, когда они начали получать уже достаточно хорошие доходы, они начали деньги выводить, и абсолютно правильное дело, да, и покупали, там, недвижимость. У каждого, конечно, только квартир, там, дач, там, машины, деньги, там, потому что лежат в банке, а в гипотетах. Конечно, они на кризисе тоже потеряли, безусловно, да, но уже не те, как бы, средства, потому что, когда начался за кризис в 2008 году, как бы еще до него, как бы, допустим, тот же Игорь, например, он всем своим клиентам предложил деньги забрать со счетов. Вот, я бы рассказал две истории, да, вот, может быть, кто-то подумал, что, ну да, вроде как это повезло, ну, в принципе, наверное, как бы и другие бы так же смогли, да, вот, ну, наверное, да, кто-то бы смог, кто-то не смог. Вот, по моим наблюдениям, просто, я реабилю с 94-го года, первые акции я купил в 94-м году, это были акции кижевских заводов, да, а был период, когда я читал лекции в компании БКС, я, как бы, все время смотрю, у меня же аккумулятор вообще не очень большой. Примерно такая статистика. 5-10% из 100, которые торгуют очень успешно, они добились высокой доходности, высокой прибыли добились. Еще 5-20% это те, которые зарабатывают немного, очень скромно зарабатывают, скажем так, да, но зарабатывают, там, допустим, может быть, даже больше, чем банковская ставка, там, депозит, может, прилично побольше, да, но не достигли каких-то больших высот, то есть не обогатились, не стали, там, миллионерами, вот, то есть получается сколько? Примерно 25%, да, ну, там, в среднем, да, может, 30 наберется. Все остальные, все остальные, как правило, либо болтаются возле нуля, либо ушли в минус, а часть из них разорилась. Это субъективная оценка, кто добивается их и кто нет. Поэтому следующий плакат, он достаточно уместен. Осторожно, финансовые рынки. Будет и логично, и уместен. Нужно очень подходить внимательно к этому, да, и с расчетом. То есть нужно подготовиться. Демки сначала торгуют, там, оценивают, тестируют, да, все абсолютно верно, да. То есть именно так нужно идти, да. Конечно, дема – это совершенно другое. Это очень сильно отличается от реальной торговли, поверьте мне, да. То есть можно на демке торговать успешно, а потом перейти с реальными бумагами и все, как бы. И деньги, они сразу дают эмоции. Сразу начинают рвать тебя, колбасить. Ну, это уже поймут люди, те, кто уже торгуют реально хотя бы несколько месяцев, да. Вот. И поэтому дальше, скажем, то, о чем я буду рассказать, это будет именно, что мешает. Вот вам вопрос. Что же мешает зарабатывать на жару? Так, хорошо, правильно. Страх потерять, страх потерять. Все верно. То есть мешают эмоции, на самом деле. Мешают наши эмоции и наша недисциплинированность, наши ошибки. Человек, такое создание, он порой не может быть очень долго дисциплинированным. Да, какое-то время может быть, да, дисциплинированным, но потом он идет в разнос, не успевает, либо имел пофиг, либо какие-то там, за другие причины, либо, может быть, не складывается в личной жизни, либо, не знаю, расстроился. То есть любое изменение настроения, плюс-минус, сразу же влияет на качество торгового, ну, сразу же. Поверьте мне, я там на рынке уже 20 лет, хотя трейдингом я начал заниматься с 98-го года, а интернет-трейдинг начался примерно с 97-го года. То есть первые появились терминалы, Luxem Quick, вот. А я начал торговать в 98-м году. То есть это буквально накануне кризиса. То есть у нас же было два кризиса, да, глобальных, это 98-й год и 2008-й год, да. Наверняка не последний кризис. Теперь давайте, наверное, пора уже перейти на торговых роботов. По мере накопления опыта торгового, да, в основном, я уверяю вас, каждый трейдер приходит к пониманию того, что нужен вспомогательный софт. Софт, допустим, который помогает анализировать, учитывать сделки, там, выбирать бумаги, ну, и в конечном итоге совершать сделки. Потому что даже завод тех же самых заявок, в общем, защиты, там, стоп-лоссов, тейк-профитов, вот даже вот это занимает слишком много времени и их можно вести неправильно. Ну, по разным причинам, невнимательность, там, ошибся. Есть много нюансов, которые человек не может соперничать с машинами. То есть машина, она делает все точно по торговому алгоритму. Вот, зашили в нее программу, она и риски отслеживает, и стопы выставляет так, как надо, да, там, и открывает позиции, закрывает позиции. Вот, поэтому соперничать с машинами достаточно сложно. Но, нужно понимать, что, например, для инвестирования, если вы инвестируете, да, конечно, торговые роботы особо не нужны. Возможно, нужен какой-то софт вспомогрательный, да, скажем, там, для расчетов каких-то коэффициентов рыночных, там, чтобы оценить, допустим, состояние компании, там, какие-то индикаторы посмотреть, ну, в общем, такие, больше такая аналитика. Вот. А для трейдинга, конечно, безусловно, автоматизация на благо. То есть благо. Есть упертые трейдеры, которые говорят, что нет, я только руками, я никому не доверяю, ну, ради бога, можно и молотком тоже включать, пока мы, вот, а можно взять какой-нибудь инструмент, да, и гораздо быстрее все сделать. Ну, я так привожу пример, на самом деле, и руками можно торговать, да. Но, все-таки, торговля руками и торговля с помощью робота, это разные вещи. То есть робототорговля, это специфичная вещь, к ней нужно привыкнуть, и нужно получить такое мастерство, какое именно умение управлять своей торговлей с помощью робота. То есть одно дело руками торговая, да, а другое дело использовать какой-то инструмент. Ну, это, на самом деле, то же самое, что, допустим, вводить машину. Можно и пешком ходить, а можно вводить машину и поехать. Для того, чтобы поехать, нужно научиться передачи и переключать, заводить ее, правильно? Вот, примерно то же самое. Конечно, еще очень важный момент, это то, что, такой второй момент, да, что человек, в силу того, что он испытывает эмоции, и от этого никуда не может деться, да, страх, жадность, агрессия, да, целый комплекс. И вот все они на рынке расцветают таким пышным цветом, что человеку очень сложно противостоять. Хотя он может там тренироваться, там, не знаю, там, заниматься йогой, там, читать мантры, да, чтобы всегда успокоить. Вот, все равно, наступит период, когда у него сорвет крышу, и он начнет, там, колбасить какие-то совершенно необдуманные действия, поступки, я имею в виду торговую. Это человек. Конечно, наверное, есть индивидуи, которые могут направленно, там, себя дисциплинировать, там, очень быть четкими в исполнении заявок, следить за своими предпозициями, контролировать риски и так далее. Но таких, на самом деле, не много. Большинство, конечно, это люди, которые подвержены этой эмоции, но они с этим бороться не умеют. Как-то пытаются бороться, но это лишь такие, знаете, шлепки поваде, грубо говоря, да, что-то такое, значит, сопротивление такое небольшое. Вот, поэтому наши недостатки, которые у нас существуют, скажем, наши ошибки, да, и эмоции, которым подвержен человек, и его, скажем, недисциплинированность, пофигизм, и там другие, да, можно подобрать, да, а они кофиксируются роботами, которые действуют хладнокровно, быстро и точно. И поэтому благо от роботов я, например, вижу очень большое преимущество. Это, конечно, скоростные реакции роботов, да, то есть человеку здесь никак не соревноваться, да, никак не конкуренция абсолютно, да. Это контроль рисков, которые тоже роботы автоматически ведут, отслеживают, да, вот, что ваша позиция. Вы, конечно, тоже можете все руками делать, да, но это достаточно сложно бывает, там, не успел, забыл, опоздал, передумал и так далее. А потом, когда уже, например, не поставил, а, там, с нападок нигде нарастает, уже возникает такая здесь ситуация, где вы побываете в таком шоке небольшом. Вы ничего не можете сделать, вот такой вот, там, на вперед. Соответственно, выход из этого шока, это либо вы закрываете на самом невыгодном моменте, скажем, там, на самом деле, например, ну, либо там остаетесь там еще, там, на какое-то время, и она у вас еще больше, допустим, вам уютка дает. И тогда вы уже, как бы, вообще в пространстве и, знаете, что делать. Ну, конечно, значит, отсутствие эмоций в роботах, да, и отсутствие ошибок. То есть все это как плюсы. Конечно, у роботов есть свои минусы, то есть они могут сломаться, выйти из строя, да, ну, тоже так же, допустим, любое оборудование. Хотя это достаточно невысокая вероятность, достаточно низкая вероятность этого, да. Это тоже демонстрация того, что происходит с человеком, когда он заторгует на рынке, да, вот, что он порой не просто, как бы, не умеет, он просто не знает, как риск контролировать. То есть еще и не хватает опыта и знаний, да. Вот, поэтому вот именно не умение, не знание, как он заторгивает риск, да, плюс еще накладываются эмоции, плюс ошибки, и в итоге это все приводит к тому, что очень многие трейдеры, как бы, теперь потери. Ну, с рынка уходят и зачаровываются, да. Хотя шансы заработать и стать богатым, они есть. Не маленькие, на самом деле. Они гораздо больше, чем в казино, в разы больше. на порядке богатым. Можно сразу же на сайте зарегистрироваться. Вот здесь вот наверху, в верхнем углу, видите, есть форма, да, регистрация. Регистрация выбираете, да. Анкету заполняете, получаете логин, пароль, заходите с уличных кабинетов. И в этом личном кабинете у вас уже сразу же автоматически будут подключены вам три софта бесплатно. То есть это пиар-эдвайзер, советник, да, и два робота Крипишер и Хантер. На две недели. Безусловно, чем выше ваша квалификация и ваш опыт, тем вы сможете лучше робота под себя настроять и под ситуацию на рынке. И торговля становится более комфортной и спокойной с роботом. Безусловно. Я не знаю, как можно быть. Не знаю, Р Sawyer. Продолжение следует...